этот аккумулятор набрал емкость 3 и 390 ампер часов был заряжен до 7,48 вольт 90 мА током 68 мА током на конце зарядки и разряжался на начале разрядки 0,515 ампер током был разряжен до 5,3 вольт потом поднялось напряжение до 6 вольт после разрядки вот так дальше я тут пробовал с этими разрядками коба у меня первый раз 10 вольт 7,99 ампер часов набрала до 10 вольт потом еще 7,203 до 8 вольт а теперь я последний раз когда ее разряжал набрала был заряжен до 13,52 и разряжен до он был заряжен слабым током до такого напряжения потом до 10,5 вольт был разряжен и набрал 7,359 ампер часов то есть он должен быть 45 ампер часов а тут 7 то есть в 8 раз меньше но после разряда напряжение 10,4 вольта прошло несколько часов то может где-то 20 часов прошло поэтому и 12,4 вольта это значит что он где-то имеет 60 процентов или или 50 процентов емкость еще на нем осталось показывает но на такой слабой нагрузке он разрядился до 10,5 вольт а потом потом поднялось напряжение после нескольких некоторого времени до 10 до 12,4 вольт что говорит о том что что что-то в нем ненормально я думаю там или плотность электролита ненормальная или пластины подеградировали потрескались или нужно удалить дистиллированной воды или нужно удалить электролита то самое то самое затем аккумулятор он разряжается как бы до 10,5 вольт ампер часов а потом восстанавливается где-то до 12,4 вольт а вот это так такое не происходит с этим он как бы на том напряжении у него и держится ну да сколько он разрядился там немножко поднимается но так сильно не поднимается вот у меня еще раньше помера еще раз уже выкладывал покажу вот плотин набрал до 9,81 вольта это 190 вольт часов 195 вольт таким током разряжался на конце берга набрало 142 вольт часа до 7,64 вольт но это перебор на таком слабом токе а разряжаться это неправильно вот до 9,9 вольт это более правильно до 10 вольт 119 вольт часов набрало и коба у меня 158 вольт часов до 10,02 вольт тогда у меня куба как-то так неплохо набрало емкость а тут у меня 7 если в 74 если переумножить на 12 допустим 90 вольт часов что все меньше и меньше у меня градация у меня градация все больше тут вот плотин набрал 246 вольт до 9,78 это не 90 вольт часов а тут до 10,02 то есть 158 из этих эти 0,5 вольт я не думаю что там 70 вольт часов ну вообще наверное их там может если зарядить более высоким зарядком там вероятно какая-то какая-нибудь банка деградировала и поэтому нужно в общем не знаю что там происходит но что-то не в порядке вот этот еще давай потом проверим вот и после несколько дней устоялось напряжение на плотины 12 в общем-то 12,8 12,8 а тут 12 а тут 12,72 нет ну этот где-то 3 сутки прошел а тут 2 сутки может 12,72 после заряда 2 сутки прошло а тут где-то 3 сутки прошло а тут где-то 6 вольт где-то 6 вольт в общем тут 14 вольт в общем мне как бы не удалось этих емкость отживить я тоже думал что может нужно подзарядить как-то по-другому но я подзаряжал до 13,5 вольт где-то и оставил там где-то на сутки слабым током я там тоже слабым током до 13,5 а потом разряжал по сути до 13,5 это где-то он 90% должен зарядиться даже если сильным током его зарядить я так понял тут никаких 90% речи не идет в общем можно слабым током попробовать нарядить этот я его был полностью в ноль разрядивший еще раз напомню поэтому он потерял свое напряжение он только до 8 где-то вольт заряжать там же не твердый электролит поэтому видимо так произошло через 10 он резистор будет слабым током напряжение 8 вольт вот так он если его разрядить на каких 6 вольт он даст намного больше энергии но это неправильно по правилам до такого низкого напряжения разряжать и на такой слабой нагрузке что-то мне подсказывает что там выпарился электролит вода и нужно долить воды я не знаю как его разобрать вроде бы он необслуживаемый я буду заряжать слабый ток якобы что м собственно если замор это 13 л не в 50 лет это 11 лет 11 и с 18 и 15 20 Продолжение следует... Продолжение следует... Прикоснулся... Я снял крышку от этого аккумулятора... Прикоснулся до этой пробки... Она выбила... Пшик... Бух... Бух... Ну вот такой был звук... Тут вот вышел газ какой-то... Под давлением были... У меня как бы не проблема там... Дистиллированной воды... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Её можно ещё подзалить Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Прямо... Всё, мало. Ого, сколько много я тут уже вылил. Всё. Помню. Тут тоже самое попробую. Хотя, может, столько не надо. Ладно, я тут немного не буду лить, а то вдруг её столько не надо. Всё только растрачиваю, дует. По-моему, напряжение... Шустрочное. Напряжение растёт. О, как пошло. Вот, начал. Спускаться. Немножко грязь попала всё. Вот, обслуживаю. Мы его так и... Думаю, должны быть все аккумуляторы сделаны. Взял, быстро открыл, подлил воду. А теперь уже говорит, что нужно дозреть. Теперь уже говорит, что нужно дозреть. В этом аккумуляторе. В этом аккумуляторе. В этом аккумуляторе. В этом аккумуляторе. Тоже есть вот такие. Да, кажется, тут уже заливало электролит. То есть, дистиллированную воду это никак не помогло. Продолжение следует. Смотрите. Продолжение следует... 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 Вообще Напряжение слишком высокое Нет Как будто сопротивление очень Очень высокое Этого аккумулятора И он не берет Его зарядку Лампочка На этом вот не гаснет даже Что он заряжается Видимо, емкость Он вообще потерял Видимо, емкость Вот и так 5,7 будет Может Обратной полярности Его Зарядить Поможет У меня В exploren Музыка Музыка Вон тоже обратная полярность, ему как будто лампочки И вот теперь стала обратная полярность мгновенно, 14 вольт Вот, тестирую аккумуляторы Шесть штук закуплены Тут я записывал напряжение Отсюда начинается С1, С2, С3, С4 Изначально было на всех около 25%, около 3,6 вольт То есть они не полностью были разряжённые Но я покупал на Алиэкспресс 6 аккумуляторов и их ёмкость заявлена 2600 мАч А тут что-то не похоже на эту цифру Но они всё стоили 10 евро Ну, по-моему, да Ладно, вот тут Время уже и может больше показать Везде то само показывает Потом ещё одну продолжил измерять Вот С4, 95% То есть только 1325 Если прибавить 25% Это может будет 1800 где-то МАч То есть То есть На 2600 это не похоже Я заряжал слабым током 0,1 ампер Это можно настроить ток каким заряжал Но Но когда настраиваю ток на первой банке Потом на второй банке Он автоматически таким не стаётся Нужно на второй настроить И на третий На четвёртый И как бы что не запоминается Ток мне очень Мне Это неудобно И поэтому Я думаю Продать надо Это Это среднее устройство Мне оно Не нравится Единственное Её плюс мне нравится Что она сопротивление показывает Миллиом их И она ещё не имеет функции разряда Поэтому тоже Мне это не нравится Конечно Думаю Это не оригинальная Samsung Это поделка Почему-то Литикола Вроде написано Но Потом Samsung Непонятно Так это Литикола Или Samsung И вот Емкость Никакой Не написано Потому что Видимо Это Поделка Потому что Потом Можно было Под любую емкость Продавать А Нет 2600F Это может И значит Емкость 2600 мАч И вот Первую банку я вытянул Она дозарядилась до 90% Я ее Вытянул И поставил На разряд На 4,11 Вольт Зарядилась Я поставил Вот в этот Разряд Она вот Разряжается 0,46 Ампер тока Она уже Разрядилась до 3,85 Вольт И на ней Уже 0,462 Ампер часа набралось В общем Не похоже что она Наберет 2600 мАч Ну посмотрим А вот В этот Акумулятор Где был Электролит Его Заряжал И Внутром Так Бух Две пробки Выбило И эту крышку Бросил Ничего Раньше Было 6,6 Вольт А теперь 6,4 Вольта То есть Ещё Ухудшилось Хотя Емкость Ещё не проверял Может Емкость У меня Туда 8 Вольт Он заряжался Вот 6,69 Вот Когда Зарядку Снял А ты Его Долго Заряжает Через Резистор 27 Ом Какую Емкость Там Наберет Потом Вот Хороший Припор До 15 Вольт Работает Можно И 6 Вольт Разряжать И 12 Вольт Так Ее Защита От Перезаряда И Он сам Подбирает Нужное Напряжение Например Для этого Подобрал Что До 3 Вольт Он будет Разряжаться От этого Подбирает 10,5 Вольт Для этого В 2 раза Меньше Напряжение Как бы Неплохой Только На нем Нельзя Большие Токи Где-то Максимум 1 Ампер Можно Разрежать Я Затей Лампочки И Всех Разрежу Тут Я Попробую Переполюсовать Затей Плюс Затей 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 Я Смотрел Внутри Белый Виден Сульфат Затей 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 Нет Смысла Возиться Хотя Я Эти Все Аккумуляторы Не использовал Этот Я Убил Как бы Разрядив В 0 Вольт На одном Эксперименте На моторчике Посмотреть Что с ним Будет Эти Я На электровелосипедах Тоже Наверное Слишком сильно Их Разрядил И Засульфатировались Может Не Полностью А некоторые Засульфатировались Что-то Сопротивление Внутреннее Их Очень Похоже Большое Очень Сильная Просадка У них Идет Топ Его Сопротивление Внутреннее Вроде Маленькое Вроде Не Просадки Нет Сильная Сильная Просадка Даже Под Маленькое Нагруз Их Постоянно Нужно Зарешать Какой Хлопот Змеет У меня Их Только Думаю Может Остаться Ради Эксперимента Чтобы Посмотреть Как они Держат Заряд И так далее Как они Саморазряд У них Происходит Как деградация Происходит Так-то Мне Они Особо Не нужны Вдруг Когда-нибудь Пригодятся Может Какой-нибудь Инвертор Куплю Из всех За параллели Может На какой-то Аварийный случай Не буду Все Я подумала Их Разыграть Толитель Или Электролита Или Дистиллированной Воды А то Они Может Как бы Это им поможет Но они Вроде бы Необслуживаемые Но Похоже Что Крышки Как бы И можно Снять Поэтому Много Проблем Наверное Не буду Разбирать Потому Что Это Необслуживаемые Вот А Вот С Летенными Аккумуляторами Так Там Ничего Не Разберешь Не Дальешь Электролита Если Емкость Утеряна Так Можно Выбросить И Все И Утилизировать И Не 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 И Не Успокоиться Из них Я понял Для Лизионных Так Главные Моменты Которые Уничтожают Это Большой Разрядной Ток Например Где-то 20 Например Или Больше 11 Даже Тоже Нежелательно Это Зарядка До 2 И 3 Вольт Это Думаю Все равно Не так уж Страшно Это Перезарядки Но Тоже Нежелательно И Еще Одна Причина Это Держать Их Зимой Например Когда Не нужны И Долгое Время Держать Их В заряженном Состоянии Нужно Держать В 40% В заряженном Состоянии Это Где-то 3,6 Вольт На них 3,8 Вольт На них В таком напряжении Держать Поэтому И нет смысла Их Заряжать До 4,2 Вольт Потому что Можешь потом Зарядить И держать В таком Расстоянии Ты же не знаешь Когда поедешь Например Электровелосипедом А когда не поедешь Ты его Заряжаешь И потом Оставляешь Так и так А так может и год пройти И они Могут 20% Потерять На таком напряжении При 25 градусов Температуре Поэтому Нет Смысла Их До такого Напряжения Заряжать Лучше Пусть Или До 4,28 Они Быстрее Деградируют И пусть Деградируют Потом Их можно Заменить Зато Другие Они Деградируют Ну и еще Разряд Когда Глубоко Разряжаются Это тоже Вредно Но Не так вредно Как сильный Разряд Но все равно На Большой Заряд До 4,25 Вольт То есть До 4,2 Вольт И на Глубокий Разряд Они Не так Критичны Можно Не заряжать Вот это самое Критичное Это Зарядка Большим током Разрядка Большим током До 2С А Зарядка Нужно Чтобы Чем Меньше Зарядка Слабее Тем Лучше Это 0,5 0,20 Самое лучшее Ну так Зарядное устройство Примерно так и заряжает Если Например 8 Ач Аккумуляторах Они 2 А Заряжают Это 0,25 Заряжаться Тут Как бы Вроде бы Не страшно Но Все равно Лучше Чем Слабее Заряжать Тем Тем Лучше И Разряжать Тоже Чем Слабее Током Тем Лучше К Лучше 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 Током Обычно Все Обычно Покупают Подделки Самые Дешевые Неизвестно Какими Током Допустим Считаю И Думаю Самое Лучше Это Разряжаться Чем Слабее Ток Тем Лучше Чем Более Слабым Ток Проверим Покажу Все Параметры Вот Можно Смотреть С2 С3 С3 Вот я все-таки Ошибся Набрала Емкость 2 3 0 7 А это Было На 25% Заряжено Поэтому Так бы Вероятно Набрала бы И полная Емкость Тут Еще Вот Писал Данные Посмотреть Вот Отсюда Нужно Смотрим Вот Это Вот Зарядилось До 97% Я Я Ее Выбрал Чтоб Как бы Не Перезаряжаться Эти Уже Потому Что Показывает 1450 Косло 2506 МАЧ Он Он Писал 100% 1506 ампер часов понятно 4,2 вольта 32 млн ну и понятно 0 ампер цифри 100% 1450 ампер часов это тоже будет 4,2 вольта 68 млн теперь какую-то из них взять можно на той, что побольше 1506 вот c2 и а сперва померю напряжение потому что она немножко проседает когда отключаешь вот это c2 48 181 вольт c3 c3 c5 еще c4 есть которую я раньше выбрал вот вот какое напряжение на c1 которое разрядилось 3,2 вольт вот 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 23 вольта 0,2 процента показывает ну и сколько она наберет интересно ну а это на зарядку c2 c2 я тут сам подключу вот выключил ее c2 и теперь нажимаю минус например он показывает 2,3 вольта все раз вот показывает 4,2 вольта немножко выше на 4,18 на самом деле и теперь могу минус нажать показывает вот на какое напряжение будет разряжаться до 3 вольт и теперь нажимаю окей и пошел процесс разряды сработала лампочка ну и полностью заряжена интересно мне сколько сколько она выдаст вот тут установка тока нажимаю моды и поддерживаю немножко и вот теперь вот так можно менять величину только разрядки вот 10 и нажимаю слот и она начинает 10 или ампер мне здесь 0,1 ампер разряжать сперва там 1,5 ампер был забыл я поставить 0,1 ампер ток заряда вот вот 100 это 8 процентов 100 процентов делить на 8 получается 12,5 и 12,5 теперь умножить на 67 миллиампер часов за 8 процентов 67 получается 837 она наберет миллиампер часов неправильно там хоть и было не 8 там уже в начале было кажется 2 процента но все равно вот как бы напряжение не соответствует процентам вот 358 вольт и 1464 мАч ампер час 15 процентов 358 вольт вольт мАч 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 20 20 мАч 20 мАч 20 Продолжение следует...